Зал кинотеатра полностью заполнен подростками. Но на экране не голливудский блокбастер, а наш, отечественный. Школьники пришли посмотреть художественный фильм «Нюрберг». В годы Великой Отечественной войны против нас сражалась вся Европа. И сейчас потомки тех недобитых фашистов пытаются снабжать оружием, наемниками. И всеми вещами фашистский украинский режим. Но еще раз повторю, все мы с вами это знаем. Враг будет разбит, победа будет за нами. Фильм рассказывает о процессе века, о первом и ключевом из серии судебных процессов над рядом военных преступников в нацистской Германии. В Нюрнберг 1945 года съезжается огромное количество людей со всего мира. Город переполнен журналистами, адвокатами, переводчиками, свидетелями, участниками и сотрудниками процесса. Среди них главные герои фильма – Игорь и Лена, которые влюбляются друг в друга и проходят множество испытаний. На мой взгляд, сейчас некоторые государства пытаются переначать всю историю, преуменьшить роль российского, советского народа в годы Великой Отечественной войны. Поэтому молодым людям в обязательном порядке нужно знать свою историю, знать, как это происходило и что было. Подрастающее поколение на фильм пришло с большим интересом. Ребята хотели бы подробнее узнать о судебном процессе в Нюрнберге. У нас очень хорошо передают исторические события. Ты вообще любишь историческое кино? Да, я люблю историческое кино, я очень часто смотрю его. Конечно же, это очень важно, потому что победа достигалась огромной ценой. Мы потеряли очень много людей, и этот суд имел огромное значение для нашей страны. На просмотр фильма также пришли ветераны боевых действий, родственники участников СВО, члены патриотических клубов. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.